Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 16 января и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Курс единой европейской валюты упал на торгах в пятницу после того, как международное рейтинговое агентство S&P объявило о снижении кредитных рейтингов сразу девяти ведущих стран еврозоны и негативных перспективах всех стран, включая в том числе и Германию. На этом фоне курс единой валюты к доллару снизился до уровня 1.26 доллара за евро, что является минимумом за последние 16 месяцев. На американской сессии курс евро несколько отошел от минимумов, завершив неделю на уровне 1.2675. Тем не менее, первые признаки экономической стабилизации в Европе, а также техническая ситуация, сложившаяся по данной паре, позволяют предполагать постепенное изменение настроя рынка в отношении к единой валюте. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем разворот евро на восходящую коррекцию и подъем пары к целевым уровням 1.2726, 1.2762, 1.2820. Вместе с тем, учитывая пока еще негативное отношение многих участников торговли к перспективам единой валюты, существует вероятность краткосрочного продолжения снижения ориентировочно в ценовую зону 1.2587-1.25, а уже затем начало формирование восходящей коррекции. В связи с отсутствием значимой экономической статистики из Великобритании пара фунт-доллар в ходе торгов в пятницу следовала за динамикой единой европейской валюты. Попытка быков по фунту на ранних торгах в Европе начать восстановление была остановлена падением евро и последовавшими за этим активными продажами британской валюты. От достигнутого максимума 1.5408 курс пары к началу американской сессии слетел к новому недельному минимуму на отметке 1.5236. Фиксация прибыли и закрытие сделок на продажу позволили фунту в конце дня вернуть часть утраченных позиций и завершить торговлю в середине дневного диапазона. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем восходящую коррекцию и подъем пары к целевым уровням 1.5344, 1.5382, 1.54388 и, возможно, 1.5484. Возобновление снижения пары может стать актуальным в случае пробоя вниз уровня последнего минимума 1.5236 и закрепление пары под ним. Целью снижения в этом случае будет потенциальный уровень поддержки 1.5140-1.5166. Золото в пятницу возобновило снижение, чему способствовали фиксация прибыли инвесторами, а также укрепление американской валюты, обычно негативно отражающиеся на интересе игроков к покупкам драгоценных металлов. В ходе торгов золото с поставкой в феврале потеряла в цене 24.25 доллара и зафиксировала минимум продаж на отметке 1625.30 за тройскую унцию. Серебро в этот день следовало за динамикой золота и в ходе волатильной торговли протестировала минимум на отметке 29.44 доллара за тройскую унцию. Официальные цены на закрытие недельных торгов в Нью-Йорке составили золото 1638.98 доллара, серебро 29.72 доллара за тройские унции. В экономической статистике понедельника Австралия опубликует месячный показатель объема ипотечного кредитования, а также индикатор количества вакансий за декабрь месяц. В Японии выйдут данные по объему заказов на машины и оборудование за декабрь. В Великобритании опубликует динамику цен на жилищном рынке. В Швейцарии представят индексы импортных цен и цен производителей. Кроме того, сегодня состоится выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.